Во вторник, 28 сентября, глава администрации Заур Хамирзов провел заседание районного оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции. Открывая заседание, глава района отметил, что эпидемиологическая ситуация тревожная, и штабу необходимо наметить четкий план действий на ближайшие недели. О санитарно-эпидемиологической ситуации в районе и о работе межведомственных групп по проверке соблюдению норм Роспотребнадзора членом комиссии доложил начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев. На сегодняшнее утро, с начала пандемии, коронавирусной инфекцией провело 2262 жителей района. Из них 2157 человек выздоровели. Сейчас на лечении не находится 75 человек. В том числе амбулаторное лечение проходит 51 человек и 24 человека находятся на стационарном лечении. К сожалению, 30 человек, жители района, скончались от коронавирусной инфекции. Межведомственная рабочая группа продолжает работу. Вчера они выезжали, проводили работу в двух населенных пунктах. В Ходзинском и Вольнинском сельском поселениях. Сегодня опять будут продолжать работу по контролю за соблюдением стандартов Роспотребнадзора. Руководитель Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея по Кашхабрскому району Жанна Бжецева доложила об эпидемиологической ситуации в образовательных организациях района и мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции среди детей, педагогического и обслуживающего персонала. С начала учебного года у нас проблемы начинаются, дети начинают болеть. На сегодняшний день переведены три класса. Убедительная просьба. Все требования, которые мы соблюдали в прошлом году, то есть санитарные правила, действующие с 2000 года, они остаются. Весь режим противоэпидемический, что мы соблюдали, должны дальше продолжать. Обязательная термометрия, введение всех журналов, текущая дезинфекция в кабинетах – это все остается. Во избежание тяжелого течения коронавируса и в целях профилактики населению рекомендуется привиться. На данный момент количество прошедших вакцинацию первым компонентом составило 7870 человек, что составляет 42,88% от нового доведенного плана, а это 80% населения Кашхабльского района. Докладчикам было отмечено, что в последние дни темпы вакцинации заметно снизились, в связи с чем руководитель района потребовал усилить работу в данном направлении. Чтобы сберечь здоровье людей, темпы нужно наращивать. К 1 ноября необходимо привить 80% взрослого населения, подчеркнул Заур Хамерзов. Далее члены совещания перешли к рассмотрению текущих вопросов, касающихся жизнедеятельности района. Первый заместитель главы района Руслан Емыков представил информацию о наборе добровольцев в проект БАРС. Домоскорбевич, уважаемые коллеги, в соответствии с указом президента Российской Федерации проводилась, проводится работа на подборе кандидатов на пребывание в Мобилизационном русском резерве. Как сказал Слова Скорбевич, относительное название БАРС. По проведенной работе, по наличию в ЗОВСКОМИЗ заявлений, которые дали согласие на пребывание в резерве 37 человек по району. Из них написали заявление 34 человека, на медосвидетельствование 34 человека, из них в районе в ЗОВСКОМИЗ, прошли уже 9 человек, в медицинское проходе 25 человек, дела оформлены в 8 человек, готовые на заключение заключили контракт 15 человек. В числе основных вопросов планерки остается проведение полевых работ. На сегодняшний день, я скажу, что идет уборка подсолнечника у нас. В районе, значит, при плане 9678 гектаров убрано уже 6772 гектара, что составляет 70%. Валовый сбор составил 14074 тонны, средний урожайность по району 28. По севу, значит, на сегодняшний день при плане сева 16100 гектаров, на сегодняшний день, значит, просеяно 1766 гектаров рапса при плане 1500 гектаров. Пока еще к севу и чменя, и пшеницы не приступили. В завершение начальник управления культуры ознакомил всех присутствующих о планируемых мероприятиях в честь празднования Дня Республики Адыгея.